Раз на четыре в лютым 29 дней. Принято лечить, что люди, народженные в эту дату, мают уникальное и особливое житие. Как это святковать день народжения у сего раз в четыре года, глядите в нашем материале. Егор Чуяса сегодня отзначает 16 день народжения. По факте, только четвертый. Вучится хлопец в Гомельском державном колледже кулинары на первом курсе. Еще в школе глядел кулинарный ток-шоу. Тогда изъявилась оттяга до готования. Фирмовая страва Егора – рысовая каша. Особливых секретов у ЕЕ подрыхтовцы нема. Головное, как подобалось всей семье, признается хлопчик. Сегодня мне исполнилось 16, но можно сказать, что и 4. Когда нет высокосного года, я отмечаю 28-го, меня в принципе все устраивает. Постоянно собираемся за друзьями, подарки, гуляем. В принципе, не обидно на то, что 29-го родился. Для кушера-гинеколога у 29-го лютого – звычайный працовный день. Але будущие мамы мают свое уявление на этот конд. Уже думаю, что наперед про будущее своего дитя, я не имкнутся плановать роды на 1-го соковика, те 28-го лютого. Алена Афанасьева признается, что за 30 годов працы сутыкалась с плановыми родами у этот день вельми редко. Если мы посмотрим на прошлое, то в 2020 году на свет у нас появилось трое деток, а самым урожайным был 2016 год. Тогда у нас родилось 10 малышей 29 февраля. Вот они сегодня будут праздновать свой, по сути дела, только третий день рождения. Одна из легенд свечет, что человек, который народился 29 лютого, володой с дольностью подниматься в небо и летать там на протягу сего высокосного года, переодолевывающий все махчимые перешкоды на своем шляху. Незалежно от того, веры мы у легенды тени, али люди, день народжения, яких припадает на 29 лютого, саправды особливая. Ганна Кустачова, Сергей Жиленко, телераду, компания «Гомель».